Привет! В ходе этого урока мы с вами поговорим про контроллеры, а также про валидацию данных, которые поступают из формочки. Но перед началом я хочу посоветовать вам сайт itbroker.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Сперва мы с вами будем создавать контроллер, и прежде чем мы перейдем к созданию контроллера, мы давайте поговорим, что же такое контроллеры. Смотрите, Laravel он состоит на основе такого шаблона, как модель git-контроллер. Здесь слово вид отвечает за различные html-шаблоны, которые мы создавали уже неоднократно. Слово модель отвечает за различные файлы, которые будут служить для работы с базой данных. И слово контроллер служит для объединения двух этих слов, модель и вид. То есть по сути в контроллерах происходит объединение шаблонов и объединение моделей. То есть по сути объединение шаблонов с базой данных. Так вот, сейчас мы с вами создадим контроллер, в котором мы будем отслеживать, вернее даже не то, что отслеживать, мы будем с вами получать данные из формочки, в этом же контроллере мы будем производить обработку всех этих данных, ну и в дальнейшем мы еще создадим отдельную модель и по сути в контроллере мы будем вызывать эту отдельную модель и через эту отдельную модель мы будем сохранять полученные данные в базе данных. На данный момент нам необходимо просто создать контроллер, в котором мы будем получать все данные и плюс их будем просто обрабатывать Итак, чтобы создать контроллер, мы конечно же самостоятельно можем зайти в папочку App, здесь создать например папку Controllers и в ней создать некий новый контроллер Да, это можно делать, но лучше мы поступим немножко другим путем и просто при помощи вот этого помощника Artisan мы создадим контроллер, в котором уже будет прописана вся необходимая для нас базовая структура Чтобы обратиться к помощнику Artisan нам необходимо либо закрыть один из терминалов, который у нас сейчас как бы запущен, либо нам необходимо просто открыть новый терминал Я предлагаю открыть новый терминал, поэтому здесь нажимаем на плюсик и открываем новый терминал Здесь я давайте его изначально очищу и дальше обращаемся к PHP, дальше обращаемся к Artisan, дальше обращаемся к такой команде, которая называется Make и указываем что конкретно мы с вами создаем Мы создаем контроллер и дальше нам необходимо назвать просто сам контроллер Называться он может как угодно, но единственное что хорошим тоном считается если вы после определенного названия, например после слова контакт, чтобы после него вы прописали еще слово контроллер Поэтому всегда вы называете ваши контроллеры как например там контакт контроллер или например как users контроллер или например home контроллер и так дальше Но в нашем случае поскольку этот контроллер будет обрабатывать страничку контакты, то вполне логично его назвать именно как контакт контроллер После этого нажимаем на Enter и да у меня ничего не произошло просто по той причине, что мне необходимо зайти в папку ITProgram, то есть в папку где находится сам Laravel Вот и теперь давайте в этой папке мы вызываем ту же самую команду и теперь у меня контроллер был создан успешно Если я сейчас зайду обратно в папочку App и здесь я перейду в папочку HTTP, то здесь я замечаю, что у меня есть папка контроллеры и в этой папке контроллеры у меня есть как раз наш контакт контроллер, который мне как раз и нужен Здесь мы давайте с вами сделаем вот что, во-первых я больше люблю когда фигурная скобка находится на одном ряду, поэтому немножко ее переставим И здесь мы с вами создадим некую функцию, которую будем в дальнейшем вызывать Эта функция, она может называться как угодно, в любом случае мы ее сами потом будем вызывать, поэтому название можем здесь указать для нее абсолютно любое Я например ее назову как submit Дальше в этой функции все что мы сделаем, так это давайте изначально просто будем выводить такое слово как ok Больше здесь ничего пока делать не будем Теперь нам необходимо перейти с вами в папочку roads, здесь перейти в файл web.php И теперь вместо того, что я буду здесь выводить просто все данные, которые я получаю из формы, вместо этого я давайте здесь буду вызывать как бы вот эту функцию из этого контроллера По сути, чтобы нам вызвать определенную функцию из определенного контроллера, нам необходимо сделать с вами вот что Мы должны удалить здесь вызов вообще какой-либо функции и просто в качестве второго параметра мы с вами указываем к какому контроллеру мы обращаемся Я давайте даже его название скопирую, то есть мы обращаемся к контроллю, к контакт контроллер И дальше через знак собачки мы указываем как бы к какой функции в этом контроллере мы обращаемся В нашем случае мы будем обращаться к функции submit То есть что я прописал? Я прописал то, что когда мы будем переходить по данному URL адресу и по данному URL адресу мы будем передавать данные при помощи метода post То у нас будет вызываться контакт контроллер и внутри этого контакт контроллер у нас будет вызываться функция submit Теперь же давайте мы с вами все это протестируем, заходим на контакты, нажимаем отправить И вот мы замечаем, что у нас выводится ok это слово Оно выводится у нас уже именно из этой функции, мы можем например его изменить это слово Еще раз обновим страничку и у нас выводится ok 1, 2, 3, то есть все работает у нас корректно Теперь же давайте в этой функции мы с вами будем получать, ну вернее не просто будем выводить какое-то слово А будем получать данные из формочки и соответственно все эти данные например изначально будем выводить Чтобы получать все данные нам необходимо указать, что в эту функцию будет передаваться один параметр Этот параметр он должен быть на основе такого класса как request И дальше сам параметр может называться как угодно, я например его назову как просто rec Далее мы обращаемся к функции dd, которую мы в прошлом уроке еще рассматривали И здесь в этой функции мы просто выводим вот этот вот параметр Если мы сейчас передадим данные через эту формочку, вот например добавим сюда тему сообщения и нажмем отправить То мы получаем огромный пласт различной информации, которая доступна через класс request Здесь если мы хотим найти именно ту информацию, которая передается из формы То нам необходимо обратиться к значению request Здесь мы найдем массив параметры и в этом массиве будут все эти данные, которые мы получили из формы То есть здесь есть токен, name, email, subject, именно тот который мы вписали, а также message Помимо того, что здесь мы получаем все данные из формочки, мы также можем иметь доступ к различным куки Мы можем иметь доступ к различным заголовкам, мы можем иметь доступ к различным сессиям Также мы можем узнать каким методом было все отправлено Ну и плюс мы можем узнать на какой URL страничке мы сейчас находимся На какую URL страничку как бы была передана вся информация По сути со всеми этими данными не особо все часто работают Наиболее часто работают именно с теми данными, которые получаются просто из самой формы То есть по сути работа производится обычно с таким параметром как request Теперь давайте мы с вами будем выводить не просто весь класс request А будем выводить лишь какое-то определенное значение, которое мы получили из формочки Вот например будем выводить subject на экран То есть будем вписывать в формочку тему сообщений и эту тему сообщений на другой страничке будем выводить Чтобы такое сделать, нам необходимо с вами прописать следующее Давайте пока будем использовать еще функцию DD Вот и в этой функции мы пропишем вот что Мы обращаемся к request Дальше мы обращаемся к специальной функции, которая называется input Эта функция позволяет нам взять определенный параметр, который находится в массиве параметров То есть если я например хочу вывести subject, то я здесь просто в качестве параметра Который я передаю в эту функцию, я просто прописываю название параметра, что я получаю из формочки Например subject Если я сейчас обновлю эту страничку, то мы замечаем, что видите у нас здесь выводится написать, узнать что да как То есть именно выводится тема самого сообщения Теперь давайте поговорим про валидацию данных Ну или же на проверку данных на их корректное заполнение Смотрите, валидация данных в Laravel происходит очень и очень просто Все что нам необходимо сделать, так это прописать некую переменную, назвать ее можете как угодно Я например ее назову как validation В нее мы помещаем следующее Мы обращаемся к параметру request и через этот параметр мы обращаемся к такой функции, которая называется validate В эту функцию необходимо передать один параметр, это будет массив, который состоит из тех полей, которые мы с вами проверяем Итак, здесь мы с вами давайте скажем, что мы будем проверять изначально такое поле, которое называется как subject Поэтому именно это название мы здесь прописываем Дальше мы указываем с вами какой метод проверки мы будем использовать для этого поля Во-первых, мы с вами указываем, что это поле будет обязательным для заполнения Поэтому мы здесь прописываем required И дальше мы можем с вами поставить вот такую прямую палочку и как бы указать дополнительные проверки этого поля Например, я могу сказать, что минимальное количество символов, ну минимальное допустимое количество символов в этом поле, оно должно быть, например, 5 То есть если пользователь ведет меньше, чем 5 символов, то в таком случае это поле, оно будет считаться некорректно заполненным Также мы можем указать, что максимальное допустимое количество символов, оно пускай у нас будет 50 То есть если пользователь ведет, например, 51 символ, то, соответственно, опять-таки будет считаться, что это поле, оно некорректно заполнено На самом-то деле подобных проверок существует очень-очень много Мы чуточку позже их рассмотрим, ну то есть посмотрим на официальную документацию И посмотрим, какие существуют вот эти вот дополнительные проверки Но пока давайте остановимся просто на трех вот таких проверках То есть здесь мы проверяем, что если поле subject, оно будет не заполнено, у нас будет ошибка Если в поле subject будет меньше, чем 5 символов, то тоже будет ошибка Если в поле subject будет больше, чем 50 символов, то тоже будет ошибка Дополнительно, если мы хотим прописать еще проверку на другие поля, то мы просто здесь прописываем запятую И, например, говорим, что я еще буду проверять такое поле, которое пускай будет называться как message Здесь, соответственно, оно тоже должно быть, оно обязательно для заполнения Минимальное количество символов здесь пускай будет 15, а максимальное пускай будет 500 Ну, например, вот такие проверки И да, конечно же, мы можем прописать здесь лишь, например, одно условие То есть просто можем прописать required Таким образом, если это поле будет не заполнено, то будет ошибка Если там хотя бы один символ будет, то уже ошибки не будет То есть можем прописать одно условие, можем несколько условий прописать Это на ваше усмотрение Чуть позже рассмотрим, какие эти условия еще бывают Итак, вот мы с вами по сути создали обработку данных на их корректность И теперь нам необходимо лишь еще выводить ошибки Чтобы выводить ошибки, все что нам необходимо сделать, это определиться с файлом, где у нас будут выводиться ошибки На данный момент, пускай не будут у нас все эти ошибки выводиться в файле, который называется contactblade.php Соответственно, здесь мы с вами под заголовком будем выводить все ошибки, если они у нас будут Чтобы выводить ошибки, мы с вами должны изначально проверить, есть ли у нас ошибки Для этого мы прописываем здесь условный оператор, в котором мы обращаемся к такой переменной, которая называется Вернее, это не переменная, это объект, который называется errors И здесь мы проверяем функцию any То есть мы в этот шаблон не передаем сам этот объект errors В то же время в каждом шаблоне в проекте larvel данный объект присутствует То есть мы в любом шаблоне можем обратиться к этому объекту errors И по сути можем с ним работать, хотя мы его явно и не передаем Так вот, смотрите, мы просто с вами обращаемся к данному объекту Проверяем, есть ли какие-то ошибки Если ошибки будут, то, соответственно, нам необходимо их выводить Мы можем выводить их как угодно, как только вы захотите Я, например, их все буду выводить в специальном блоке, который будет стилизирован при помощи стилей от Bootstrap То есть это alert, alert, danger И здесь просто все ошибки я буду выводить через список, через непронумерованный список Итак, поскольку у нас может быть одна ошибка, а может быть несколько ошибок То нам необходимо все эти ошибки как бы выводить через цикл Поэтому здесь мы создаем цикл, цикл for each Вообще в языке, вернее не в языке, а в движке larvel существует несколько циклов Это такие циклы как for each, for, while, а также еще существует for else Вот такие четыре цикла здесь существуют Мы сейчас воспользуемся циклом for each Также никогда не забывайте их закрывать Поэтому в конце сразу прописываю and for each Здесь мы с вами указываем, что мы обращаемся к вот этому объекту errors Мы обращаемся ко всем его сообщениям, которые там есть Это может быть одно сообщение, это может быть несколько сообщений И перебираем все эти сообщения как определенную перемену Например, наша перемена будет пускай просто называться как error Дальше здесь мы создаем вот эти теги listItem То есть конкретный элемент в списке И здесь в каждом таком элементе мы просто будем вводить сам текст ошибки Смотрите, здесь на самом-то деле все эти текста для ошибок Они уже заранее прописаны Мы в дальнейшем рассмотрим, как можно кастомизировать Как можно менять этот текст, менять на какой-то свой Но пока будет отображаться как бы стандартный текст для различных ошибок Итак, если мы это все сохраним, обновим нашу страничку И здесь нажмем на отправить, то мы с вами замечаем, что вот у нас вводятся здесь уже сразу ошибки У нас вводится, что subject, то есть поле subject, оно является обязательным и оно не заполнено А также поле message, оно тоже является обязательным, но оно не заполнено Если я здесь пропишу хоть что-либо, вот например в поле subject То в таком случае у нас будет написано, что поле subject, оно должно вместить хотя бы 5 символов И опять-таки вызывается ошибка Если я, например, введу здесь уже довольно-таки нужное количество символов и нажму отправить То в таком случае у меня выводится лишь одна ошибка Она связана с тем, что поле message, оно сейчас у меня не заполнено Обработка формы и вывод ошибок у нас уже работает корректно Да, пока у нас все отображается на английском языке Но чуть позже мы изменим вывод ошибок И сделаем так, чтобы текст ошибок был наш собственный А не тот, который есть по умолчанию Сейчас же я бы хотел показать вам официальную документацию Laravel Во-первых, ссылка на эту документацию будет в описании к этому видео И здесь просто представлены различные условия, которые вы можете добавлять для валидации ваших формочек Например, когда вы перейдете на эту страничку, здесь будет ссылка Available Validation Rules Нажмите на нее После этого вы попадаете на, ну, вернее, проскроливаетесь к низу странички И здесь представлены различные типы проверок, которые вы можете прописывать вот здесь Вот как вот мы с вами прописывали Required Так и вы здесь можете прописывать, например, такие вещи, как After Date или просто Date и тому подобные вещи И, по сути, ваши поля, они будут проверяться на дополнительные какие-то значения Например, вот давайте рассмотрим этот пример Что здесь прописано? Здесь прописано то, что поле, которое называется Start Date, оно, во-первых, должно быть обязательным Во-вторых, оно должно иметь формат даты И, в-третьих, дата, которая будет прописана в этом поле, она должна быть большей, нежели завтрашняя как бы дата То есть здесь есть такое поле, такая проверка, которая называется After И в эту проверку вы можете указать определенную дату И если, например, дата, которую ввел пользователь в это поле, она будет меньше, чем та дата, которая прописана здесь То, соответственно, будет выдаваться ошибка Вот, например, в данный момент здесь прописано, что если пользователь ввел дату, которая ниже, чем завтрашняя То, соответственно, это будет выдаваться ошибка Ну и здесь куча-куча есть различных вот таких вот проверок Все они, в принципе, подписаны С некоторыми из них мы будем знакомиться в ходе курса С некоторыми не будем знакомиться просто по той причине, что они используются редко Но вообще проверок здесь очень-очень много И вряд ли вам потребуется создавать когда-либо свои собственные проверки Потому что тех проверок, которые здесь есть, их вполне всегда хватает Ну что ж, теперь мы давайте с вами создадим еще раз как бы валидацию Только теперь мы с вами будем создавать валидацию не при помощи функции validate А при помощи отдельного файла, который нам как раз будет более удобен Потому что мы хотим с вами проверять множество различных полей Плюс мы хотим с вами прописывать свои собственные ошибки Мы хотим менять текст этих ошибок Поэтому нам будет куда проще создать отдельный файл, который будет служить только для валидации Соответственно, что мы с вами сделаем? Во-первых, мы давайте перейдем в терминал, я его просто очистил И здесь мы при помощи artisan создадим новый файл, который будет содержать валидацию Итак, обращаемся к php, дальше обращаемся к artisan, дальше обращаемся к команде make И здесь мы обращаемся к такой команде, вернее, и здесь мы создаем такой файл, который называется как request Дальше нам необходимо назвать сам этот файл, который мы будем создавать Я его назову как contact и в конце, опять-таки, по аналогии с контроллерами, здесь лучше добавить такое слово как request То есть, можете прописать какое угодно название, но в конце прописывайте еще слово request Теперь нажимаем enter и вот у меня request был успешно создан Мы замечаем, что у нас тут появилась новая папочка requests, она называется И здесь был создан новый request Соответственно, что мы в нем с вами сейчас замечаем? Во-первых, здесь мы с вами замечаем, что у нас есть функция authorize И нам сразу же стоит здесь поменять значение на true Дело в том, что если здесь значение false, то в таком случае пользователь не сможет отправлять данные до тех пор, пока он не будет авторизован на сайте Соответственно, мы указываем здесь true, чтобы он всегда мог отправлять данные, даже если он не авторизован на сайте Дальше есть вторая функция, она называется rules И в этой функции мы как раз с вами можем прописывать точно такие же правила, как вот мы прописывали с вами функции validate То есть, например, я могу скопировать вот этот вот массив, который здесь был прописан Эту строчку кода я давайте удалю Хотя давайте я, наверное, оставлю это все, просто закомментирую Пускай оно будет, чтобы у вас оно было на виду, чтобы вы помнили еще про такой способ Но просто вырежу массив и теперь этот массив вставлю как бы здесь То есть, по сути, эта функция, она возвращает определенные проверки В нашем случае мы проверяем только поле subject, а также только поле message Вот, например, у нас будет две таких вещички Теперь же, прежде чем мы пропишем здесь дополнительные проверки Мы давайте как бы подключим данный файл к нашему контроллеру Чтобы его подключить, мы должны с вами здесь, во-первых, в самом верху подключить Ну, указать, что мы используем как бы файл, который называется contact request Чтобы это сделать, мы с вами прописуем, что мы обращаемся к этому классу Который находится по такому namespace, как app, http Дальше мы обращаемся к requests То есть, к вот этой вот папочке, где она находится Вот она, requests, вот таким образом И дальше мы обращаемся к самому вот этому классу Давайте я его уже название здесь просто скопирую Contact requests Что примечательно, что для того, чтобы у нас все работало Нам все, что необходимо изменить Так это нам необходимо изменить тип параметра, который мы здесь получаем То есть, мы раньше получали с вами просто request на основе такого класса, как request А теперь мы с вами получаем параметр на основе такого класса, как contact request Таким образом, когда у нас будут передаваться данные на страничку contact submit У нас будет вызываться вот эта вот функция Здесь у нас будет параметр, который идет на основе вот этого класса И по сути, сразу же будет происходить обработка данных, которые поступают из формочки И обработка будет происходить при помощи вот этих вот правил, которые мы здесь прописали Ну и плюс, если будут ошибки, они сразу будут выводиться на страничке контактов Потому что мы здесь прописали вывод всех ошибок Итак, теперь давайте мы с вами перезагрузим страничку контактов Здесь мы с вами нажмем на отправить И как только мы нажимаем, у нас, видите, происходит вывод всех ошибок Все работает корректно Теперь давайте пропишем с вами здесь еще дополнительные ошибки А дальше уже поменяем текст для всех этих ошибок Итак, мы будем с вами проверять здесь на поле email Оно должно быть обязательным А также мы говорим, что мы проверяем именно поле email То есть мы должны проверять форматирование как для поля email То есть там должна быть собачка, там должна быть точка Ну и все в таком духе Ну и дополнительно Так, не то пишу И дополнительно мы давайте с вами еще будем проверять на поле name Поле name у нас все тут довольно-таки просто будет Мы давайте просто укажем, что оно должно быть обязательным Вот и все Никаких дополнительных условий здесь прописывать не будем Теперь, если мы с вами еще раз нажмем на отправить, например То мы замечаем, что у нас уже выводится аж 4 ошибки Соответственно столько же, сколько и поле Теперь поменяем текст для всех ошибок Изначально давайте рассмотрим такую функцию, которая называется атрибуты И эта функция, она позволяет нам поменять просто название конкретных атрибутов Вот, например, здесь указывается name, email, subject И мы просто можем поменять название конкретного этого атрибута По сути, никогда не использовал эту функцию в практике Просто по той причине, что мне кажется, что эта функция подходит только для англоязычных сайтов Когда вы хотите оставить текст ошибки без изменений И только хотите поменять имя самого атрибута Например, чтобы здесь было написано не the name field is required А, например, чтобы было написано the, я не знаю, your name field is required Вот, например, чтобы просто поменять вот это вот одно слово Вы можете использовать функцию атрибут Давайте мы ее все-таки рассмотрим, чтобы у вас было общее представление Но, в целом, я ее никогда не использовал Итак, мы с вами создаем функцию, называем ее attributes Это очень важно Здесь все названия должны быть точно такими же, как и у меня То есть не меняем название Именно attributes она так и должна называться Здесь мы с вами прописываем следующее Что мы с вами будем возвращать массив, который будет состоять из следующего Например, мы указываем, что name Вот этот вот атрибут name То есть вот это вот имя name Оно у нас будет, например, теперь как your name Или давайте, наверное, даже на русском напишем Например, просто имя напишем Так вот, если я теперь обновлю страничку Здесь нажму отправить То видите, здесь вводится the имя field is required Да, то есть просто поменялся, ну, просто поменялось вот это вот слово Честно, не особо когда-либо это пользовался Просто по той причине, что весь остальной текст все равно на английском остается И как-то это неудобно Ну, в общем, такая вот есть функция атрибуты Теперь же более интересная функция Эта функция позволяет нам поменять текст полностью всей ошибки Соответственно, эта функция, она должна называться как messages Опять-таки, название точно такое же должно быть Не меняйте его И здесь мы делаем, по сути, то же самое То есть мы возвращаем определенный массив И здесь делаем следующее Например, если будет ошибка для поля name И эта ошибка, она будет называться, например, как required То в таком случае мы будем писать следующий текст Например, поле имя является обязательным Вот, например, у нас будет такой текст Дополнительно, конечно же, здесь можете прописать еще кучу дополнительных переводов То есть, например, name, вернее, даже не name, а email required И здесь поле email является обязательным Также можете прописать еще subject Ну, давайте вот просто с required со всеми этими я тут поменяю Поле тема является обязательным И плюс еще дополнительно message Поле сообщения является обязательным Ну и запятую в конце удалим, она тут не нужна Так вот, смотрите, что у нас получается Если у нас будет вызываться ошибка required для любого из полей То, соответственно, у нас будет выводиться просто тот текст Который вот здесь мы с вами прописали Если я сейчас нажму на отправить То мы замечаем, что все вот у нас оно выводится на русском языке Что, конечно же, неплохо Если хотите выводить, ну, если хотите так же Чтобы у вас и для остальных полей тоже Для остальных, вернее, проверок тоже был текст на русском То, соответственно, прописывайте здесь, например, email Дальше email Вот, ну, то есть вы как бы обращаетесь к полю email И дальше обращаетесь к вот этой вот проверке email Ну, и можете для нее прописать там некое другое сообщение Вот Ну, в общем, таким вот образом происходит обработка всех этих форм Здесь все довольно-таки просто Вы передаете данные на определенный контроллер Ну, вернее, данные передаются изначально на файл web.php Здесь вызывается определенный контроллер Вызывается определенная функция в нем Дальше здесь же сразу вызывается файл contact request В котором происходит проверка всех данных Ну, и потом все эти ошибки, они выводятся просто у нас на страничке При помощи вот такого вот небольшого кусочка кода Ну, что ж, на этом у меня все В следующем уроке мы с вами поговорим про модели И уже научимся добавлять данные в базу данных На этом все Так что подписывайтесь на канал Вступайте в группу ВКонтакте И переходите на сайт itproker.com Все ссылки в описании к этому видео До скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok